Вау Хамду лиллэй, Роббилаламин Ашхаду ан ла-иллэхи иллллаху Ашхаду анна мухаммадан абдуху и расулу Аллахума аалимна ма инфауна Ванфаа'на бимаалямтана Вазидна айлман илла айлмена Ва аслих ла нашанана кулла Вала такилна илла анфасна тарфатайн Амма ба Иншалла Таалла, с названием Всевышнего Аллаха Субхан Таалла, продолжим чтение афаров от салфов А и с нами тема, иншалла сегодня это то, как салифы относились к Курану. Мухаммад ибн Уасия, рахимаху Аллах, говорил «Аль-Курану бустану л-арифин». «Фаэйна махалю минху махалю фи нузха». Говорит, Куран это, говорит, сад для понимающих. И поистине где бы они не находились, то есть в Куране, они всегда пребывают в счастье, то есть и в усладе, как говорится. Также Задан, рахимаху Аллах, говорил «Манкара ал-Куран, алиятаккала бихиннас говорит тот, кто читает Куран для того, чтобы, как говорится, то есть попросить еды у людей, то есть дословно если переводить, то есть имеется в виду как бы для людей, имеется в виду желая то, что в руках у людей через этот Куран, такой человек придет в судный день, говорит, с лицом из костей, то есть только кости будут на его лице и не будет даже кусочками мяса». Аллаху Наста. Также Амр ибн Мурра, рахимаху Аллах, говорил «Акраху ана мурра бимасалин фил Куран и фала арифуху, лианн Аллах ата аля якуль дагая, говорит, мне неприятно то есть читать какую-либо повесть из повести Курана и то есть не понимать, то есть или же не изучать значение его, потому что Аллах, субхану ата аля, сказал «Оттилькал амталю надзарибуга алиннаси, ва ма я афтилуга илля ла алимун». Поистине это повесть, это притча, которые мы приводим людям и не поймет их никто, кроме знающих, говорит Аллах. Также Хусейн аль-анкази, или же аль-анкари Аллаху алим, говорил Говорит, когда Ибн Идрис, то есть был уже при смерти, его дочка начала плакать. То есть отец умирает, начала плакать. И тогда он сказал, не плачь, о доченька моя. Я говорю, поистине в этом доме я Кур'ан закончил 4000 раз. 4000 раз я прочитывал Кур'ан в этом доме, в Аллаху Мустаан. Также Мухаммад ибн Ауфа-ль-Химсы, рахима Аллах, говорил, Говорит, я как-то раз видел Ахмада ибн Абил-Хавари у нас в Антарсус, то есть это местность в Шаме. Когда он помолился молитву Айша, он стал молиться, то есть желательную молитву. И он начал читать, то есть Фатиху, естественно, со слову Аль-Хамду-Лля-Рубль-Альмин. Пока не дошел до аята Ия-Ка-На-Буду-Ва-Ия-Ка-Наста'ин. Я, говорит, прошел, то есть вокруг всего этого дома или же забора, то есть вокруг этого двора. И, говорит, вернулся, он до сих пор читал этот аят. Говорит, затем я уснул. Когда уже, то есть, ну, перед Фаджером проснулся, прошел мимо него, он все равно читал этот аят. Он так и читал этот аят. Тебе одному мы поклоняемся, тебя одному мы просим о помощи. Ибн-ль-Джаузи, рахима-гуллах, то есть уже много раз повторяли, что, то есть, так как именно проблема Аллаху Алям, наверное, только в русскоязычном пространстве появилась. Ибн-ль-Джаузи, когда говорится Ибн-ль-Джаузи, это не Ибн-ль-Каим. Ибн-ль-Джаузи, это Абульфарад Ибн-ль-Джаузи. Это совсем другой ученый, который написал, то есть, Тальбис и Блис, Саид-ль-Хатр и так далее, такие книги. Что касается Ибн-ль-Каима, то он Ибн-ль-Каим-ль-Джаузи. И это уже подробно разбиралось в прошлых уроках. То есть, просто лишний раз, как говорится, чтобы напомнить. Так вот, он говорил, «Рахима Аллах, кана Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз, Рахима Аллах, Абу Наср Ат-Таммар, Мимман Аджаба Фильмихна». Говорит Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз, Рахима Аллах, то есть, которого также назвали Абу Наср Ат-Таммар, то есть, один из передатчиков хадисов во времена имама Ахмада, он в том, то есть, как говорится, в том экзамене, который давали правители того времени, то есть, Муатал Саим и так далее, они заставляли ученых признать, что Кур'ан созданный, или же отрубали им голову. Так вот, он, побоявшись, видимо, за свою жизнь, он сказал, что, то есть, я с вами, Кур'ан созданный. То есть, иметь свой словами сказал, не сердцем это принял. И Ахмад, имам Ахмад, запрещал писать от него хадисы, то есть, изучать от него что-то, и также, говорит, даже не вышел помолиться за него, когда он умер. Почему? Чтобы положение Кур'ана было возвеличенным в сердцах у людей. То есть, чтобы возвеличить положение Кур'ана в сердцах у людей. То есть, этот человек не выдержал эту фитну, вместе с тем, что, то есть, мы можем сказать, что оно дозволено, человек, когда боится за свою жизнь и так далее, может себе что-то такое позволить, но имам Ахмад на него смотрел, как на ученого, как на обладателя знания, на которого смотрят люди. И как говорят ученые и салифы, то, что братья Туля, то есть, именно тот, кто вышел на путь требования знаний, тот именно ученый, шейх и так далее, бывает так, что ему является обязательным то, что не является обязательным для другого, и наоборот, то есть, является запретным для него то, что не является запретным для другого. То есть, что-то для кого-то дозволено, это является мубах, нет в этом проблем. Но если это делает ученый, это может привести к тому, что люди еще хуже начнут себя вести. Тогда в таком случае ему запрещается это делать. Почему? Потому что на него смотрят люди. Поэтому как раз таки об этом следующие слова Суфьяна ибн Аййна, рахима Аллах. Он сказал Тот, кто заучивает, то есть изучает Куран, то есть ученый, он будет спрошен так же, как будут спрошены пророки, кроме донесения послания. То есть так, как они не являлись посланниками, все остальное настолько великое положение узнаний, что они и те, и те, и другие будут спрошены таким, то есть великим образом Аллаху Мустаан. Или же можно сказать То есть тот, кто завучивает Куран, пусть взывает к Аллаху с теми мольвами, с которыми взывали к пророки, кроме то есть естественно, чтобы их Аллах Суфан Тарази сделал пророками и посланниками, но наверное Аллаху Алим первое, то есть первое чтение было более близким. Аллаху Алим. Также Фудайлибну Айад, рахима Аллах, говорил Хамилю Куран, Хамилю Раитил Ислам. Тот, то есть носитель Курана, он носитель знамени Ислама. Не подобает ему, чтобы он игрался или же забавлялся вместе с теми, кто забавляется, то есть игрался со всякими играющимися, забавляющимися. И не подобает ему пребывать в забвении, как пребывают в этом забвении остальные. И является, то есть должен носитель Курана не нуждаться ни в ком из людей, из творений. Ник в правителях не должен он нуждаться ни в ком-то другом. Наоборот, люди должны нуждаться в нем. Люди со своими нуждами должны приходить к нему, Аллаху Миста'а. Также Ухайб ибн-Ульвард, рахимахуллах, говорил такие слова. Назарна фи хадзал хадзи, фалямнаджид чейн, арактали хадзи ил кулуб, бала ашадда стежлябали хак, мин кират ил Куран, или мактадаббара. Говорит, мы, говорит, заучи, то есть посмотрев на хадзисы, хадзисы пророка саллаллаху алейкум, не нашли ничего, что было бы более мягким для сердца, или же то есть того, что больше бы несло бы, как говорится, в это сердце истину, кроме, говорит, чтения Курана с размышлением о его аятах. Субханаллах, настолько велико положение Курана вместе с хадзисами в Аллаху и Мустаан. Также Абу-Дауд от Турсуси говорил рахимауллах, вот эта тема, о которой мы уже говорили. То есть сказал он Абдуллаху ибнуль-Мубараку, поистине мы читаем вот такими ритмами, то есть мы читаем Куран, и вот у нас говорят макам, макаматы и так далее. То есть мы читаем вот таким образом, то есть по этому ритму читаем, либо же по этому ритму читаем, либо же по этому ритму читаем. Аллаху Акадула. Он сказал, говорит, поистине по этому, то есть это вам хуже, то есть это вам плохо, или же вы нелюбимы по этой причине. Говорит, я застал таких чтецов, которым люди приходили, то есть они к ним приходили, чтобы послушать их чтение, изучить у них Куран. А вас сегодня наоборот зовут, как зовут обычно певцов, говорит. То есть, даже посмотрите на сегодняшнее наше время. Кто ездит к ученому, то есть Кари, у которой известен своим чтением и так далее, правильным таджвидом, правильным произнесением, муфассиром, чтобы изучить у него Куран. Наоборот, люди богатые, которые построили себе какую-то очень там крутую, Машаллах, Мабарик, мечеть и так далее, большую, они наоборот за деньги на таравихе зовут какого-то имама с другой стороны, чтобы он приехал и он им читал там. То есть, подобно тому, как будто бы на сцену, на эстраду какую-то диву или же певицу или же певца зовут в Аллаху Мустан. Пусть Аллах, Субхан Таре, бережет от всякого рода заблуждений. Также Салим Аль-Хаввас, Рахима Аллах, говорил, Я, говорит, читал Куран и не находил сладости этого Курана. Я сказал тогда своей душе, Игра Иги Каэннаки Сами Атиги Мир Расул Илляхи Саллаху Али-Хаввас То есть, здесь ошибка Сами Атиги не должно было быть с Я. То есть, нет там нужды ставить букву Я Аллаху Алим. То есть, никакой причины с точки зрения Сарфа или Нахвы я не вижу, чтобы туда Я поставить. Аллаху Алим. То есть, говорит, прочитай его, то есть, или же читай его так, этот Куран, говорит он своей душе, подобно тому, как будто бы ты слышишь это от посланника Аллаха И тогда появилась у меня небольшая сладость к этому Курану. Читай его так, будто бы ты слышишь его, когда Джибриль читает его Мухаммаду Саллаху Али-Хаввас Тогда то есть, стало этой сладости больше. То есть, читай его так, будто бы ты слышала, как сам Аллах Субхану Алим. То есть, говорил этим Кураном И тогда я обрел полную сладость этого Курана. Аллаху Алим. То есть, я не знаю, не знаю Саляму Али-Хаввас, кто такой, рахмаллах. И, как говорится, то есть, то есть, что-то как будто бы сердце неспокойное, когда читаю этот аثر, иншаллах Тааля, спрошу, иншаллах Тааля, у кого-нибудь про эти слова, то есть, есть ли у них какие-то проблемы или нет. То есть, Аллаху Алим, как бы, вроде бы, в общем, со стороны, как бы, никаких проблем, но Аллаху Алим, когда читал, как будто бы, что-то нашел в своем сердце, иншаллах Тааля, хочу спросить поподробнее про такие слова, являются, то есть, есть ли там какие-то проблемы или же нет. Аллаху Алим. Ваххаб ибнам Мунаббих, рахима Аллах, говорил, было сказано одному человеку, почему ты не спишь? Говорит, поистине, те удивительные, то есть, вещи, которым ты даешься диву, вещи в Куране, говорит, они улетучили мой сон. Аллаху Алим, говорил, я слышал, как Абу Салиман говорил, говорит, бывало такое, что я один аят читал пять ночей подряд. Если бы я, говорит, потом, то есть, не отвлекался, как говорится, от этого аята, я бы, говорит, никогда бы и не прошел бы мимо него, то есть, я бы на нем так и остался. Иудыру Ахли, Аллаху Алим, то есть, Иудыру Ахли, точнее, пришло в некоторых аятах, то есть, и быть может, приходит такой аят в Куране, то есть, бывало такое, что я читал какой-то аят в Куране, который улетучивает мой разум, как говорится, забирает с собой разум, то есть, прекрасен и же преславен тот, кто вернул этот разум после этого, то есть, имеется, Субханал, удивляешься какому-то аяту, или же сходишь с ума, и затем Аллаху Субхану Таля являет тебе свою милость. На этом, иншалла Таля, то есть, заканчивается тема отношения с салифов к Курану, и следующее у нас, братья, это Айнаяту Салифы Белькальв, Субханаллах, это очень и очень и очень и очень важная тема, а это то, как они, братья Салифы, Рахимахум Аллах, заботились о своих сердцах, Субханаллах, то, как они относились к своим сердцам. И первое, то есть, под темой, это Это, братья, слабость сердца, и то, как быстро оно меняется, то, как быстро меняется сердце, пусть Аллах Субханаллах укрепит наши сердца на истине, как говорил Субханаллах посланник Аллах, Салла Аллаху Алейхи Салям, из его дуа, из частых его дуа, было Аллахумма, я му каллибал кулю, саббит калби аля динник, О Аллах, О тот, кто переворачивает сердца, укрепи же мое сердце на твоей религии, Субханаллах, очень часто, очень часто, клясться и лежит, то есть злился и клялся, говорил, нет, я клянусь тем, кто переворачивает сердца, Субханаллах, постоянно посланник Саллаху Алейхи Салям, указывал на то, то есть как быстро сердца переворачивается, пусть Аллах Субханаллах укрепит еще раз наши сердца на истине. Абу Абейда ибну Джаррах, радия Аллаху Ангу, известный сподвижник пророка Саллаху Алейхи Салям, один из десятерых обрадованных раем, который умер от чумы в Шаме, если я не ошибаюсь, он был последним, кто из десятерых обрадованных раем был, то есть покинул этот свет, он говорил, говорит, сердце верующего подобно воробушку, говорит, как воробушек летает, то здесь, то там, то здесь, то там, таким же образом и сердце верующего Аллаху Мустаа, то есть постоянно, братья, нужно следить за этим сердцем, Субханаллаху, то есть это самое-самое, братья, трудное, самое трудное, в Аллахе, братья, тот, кто запустил свое сердце, этот человек, Субханаллаху, не знает, что такое сердце, не знает, что такое скверная душа, пусть Аллах, Субханаллаху, исправит наши сердца, Абу Муссель Аш'ари, радия Аллаху Анху, которого звали Абдуллах, ибн Акайс Аль-Аш'ари, радия Аллаху Анху, он говорил, говорит, почему на арабском языке сердце, говорится, потому что его корень, то есть корень его в арабском языке, это то есть эти три буквы, и они указывают на то, что постоянно переворачивается, то есть на что-то нестабильное указывает. Говорит, поистине это сердце подобно перышку, которая, то есть зацепилась за какое-то дерево, то есть на пустыре, то есть пустырь, и одно дерево там, там собханала, постоянно ветер туда-сюда. И говорит, этот ветер постоянно, как говорится, со спины на живот, то есть имеется в виду, то есть задние части на переднюю часть, туда-сюда, это, то есть как перышко болтается, собханала, это дерево. Настолько, собханала, сердце, братья, не постоянная вещь. Постоянно, постоянно нужно, братья, следить за деяниями сердца. Самое важное. Посланник Аллаху, говорил, говорил поистине в теле человека есть кусочек мяса, если оно будет если этот кусочек будет праведным то будет праведным все тело, если же он будет скверным, то скверным, будет все тело поэтому этот кусочек мяса это что? это сердце и поэтому пророк говорил, указывая на свое сердце трижды богобоязненность здесь богобоязненность, основа ее богобоязненности в сердце и затем оттуда она указывается она показывается на теле человека в Аллаху следующая братья под тема то есть причины черствости и болезни сердец и также предостережения от этого Угейб рассказывал говорит как-то раз он как-то раз продал своего верблюда и ему сказали то есть почему бы тебе не оставить его то есть почему ты продаешь его говорит да, говорит он был послушным был хорошим верблюдом но говорит мое сердце было занято им я не хотел, чтобы мое сердце было занято чем-либо другим то есть кроме Аллаха поклонения ему изучения то есть или же преподавания и так далее также Хузейфа ибн Альяман радаиллаху ангу известный из подвижных посланника Аллаха салаллаху алисалям о котором пророк алисалям сказал что он сахибу сири алисалям то есть обладатель хранитель тайн посланника салаллаху алисалям самый знающий то есть знаток всех фитон всех смут которые только будут у которого даже сам Омар спрашивал про эти смуты и так далее расскажи мне про них как в этой известной истории которую привел имам мусуль по моему если я не ошибаюсь в Бухари рады то есть привели то есть история достоверная Абуваил рассказывает Абуваил это шахтет ибн Асалям один из таби он рассказывает что как-то раз я был в маджлисе где был Хузейф и Омар и Омар спросил у него расскажи мне про фитну и тогда то есть Хузейф рассказал известный свой хадис о том что фитна то есть человека в его семье и так далее там был в имуществе то есть кафара для этого то есть искуплением для этого будут ему пять молитв Омара и так далее то есть поклонение и тогда Омар сказал ему я тебя не про эту фитну спрашиваю но я тебя спрашиваю про фитну такую которая придет то есть волнами на людей то есть субханаллах то есть люди будут полностью менять то есть великие фитны и тогда Хузейф сказал свои слова говорит тебе какое дело до этих фитн поистине между тобой и этими фитнами смутами великими есть дверь говорит И Умар, радаиллаху ану, сказал, «А ва юфтаху аль бабу ау юксар?» Говорит, и что будет с этой дверью? Будет ли она сломана, или же она просто будет открыта? То есть для этих фитон. И он сказал, «Баль юксар», говорит, «Наба». Нет, будет она сломана. То есть эта дверь будет сломана, сказал он Аллаху Мусаан. И тогда сказал, «Умар, радаиллаху ану, идан ла юглаку абадан?» Тогда, значит, она никогда не будет закрыта. И потом, когда спрашивали у Хазайфы, то есть кто является, то есть является ли этой дверью Умар, радаиллаху ану, и он сказал, «А кто же еще это будет?» И когда у него спросили, то есть знал ли Умар, радаиллаху ану, что он является этой дверью, он сказал, то есть да, что он, естественно, знал об этом. То есть это сподвижник посланника Аллаху, саллаху алейкум, хазайфа ибн Римана, радаиллаху ану. Он говорил, «Инна лфитната туараду аля лкулуби, фа айю калбин аниса биха нуктат фиги нуктатан сауда». Говорит, «Какая бы фитна, то есть какая бы смута не приходила бы, как говорится, к сердцам людей, то, говорит, какое бы сердце не принимало эту фитну, не желало бы этой фитны, в этом сердце будет маленькая черная точка». А если, говорит, он не пожелает этой фитны, оставит, отдалится от этой фитны, то тогда, наоборот, будет у него белая точка, то есть в его сердце. «И тот же из вас, кто желает узнать, попал ли он в фитну, то есть или же коснулась ли его смута, или же нет, пусть проверит». Если же он сегодня видит запретным то, что он считал дозволенным вчера, или же то, что он сегодня считает дозволенным, то, что он считал запретным вчера, то тогда пусть знает, что он попал в эту смуту, то есть угодил в эту фитну. То есть это, естественно, не имеется в виду про того человека, который совершал что-то запретное, а потом узнал с доводом то, что это является запретным, или же наоборот, что это было дозволено, то, что он запрещал вчера. Не об этом говорится. Говорится о том человеке, который был на прямом пути, знал доводы, а затем начал играться с этими доводами по причине своих страстей и так далее, и тому подобное. И сколько мы видели такого? То есть человек знает какие-то явные тексты шариатские, а затем, субханаллах, из-за каких-то, братья, слабых шубугатов, сомнений, из-за того, что этот человек не удостоился или же, то есть, не, как говорится, не снизошел до того, чтобы оставить и не слушать какие-то слова заблудших людей, он сам угодил в эти фитнесы, субханаллах. И то, что он вчера считал запретным, сегодня он считает дозволенным, то, что он вчера считал дозволенным, сегодня считает запретным. И сколько раз такое бывало, субханаллах. Обвиняют известных братьев, призывающих к Аллаху, субханаллах, которые, братья, годами, десятками лет известны, то есть, или же ученых, которые, братья, десятки лет, еще, может быть, мы даже созданы не были, когда они призывали к единобожию, призывали к Курану и Сунне, и сегодня появляется кто-то, субханаллах, никто, сын, никого, появляется, и он говорит про них, да, они такие, они ученые правителя, они там ученые месячных, они там еще из туалета, они вышли, постоянно тагарат свой изучают и так далее, и тому подобное. Субханаллах говорят такие слова. Ты, субханаллах, ты сам вчера считал их большими учеными, ты сам вчера бил в груди, говорил Сунна Посланника, саллаллаху алейсалям, сегодня же, когда твоим страстям это противоречит, ты, субханаллах, продал всю свою религию и последовал за шайтаном, и начал говорить такие слова в Аллаху и Мустаан. Вчера ты это считал дозвольным, сегодня ты считаешь это запретным, не потому, что тебе пришел довод, а потому, что ты угодил все эти фитны, пусть Аллах, субханаллах, бережет нас, и вас от всякого рода заблуждений в Аллаху и Мустаан. Беляль ибн Саад, рахима Аллах, говорил Кана Абуддарда, радия Аллаху ангу, яقول Абуддарда, радия Аллаху ангу, один из ученых, сподвижников посланника, саллаллаху алейсалям, которого же звали Ауэймир или же Аамир, как мы уже говорили на прошлых уроках, он говорил, то есть обращался к Аллаху, субханаллаху, с такой мольбой. Аллаху ма инни ауузу бика мин тафрихатил кальб. О Аллах, я прибегаю к тебе от разделения сердца, то есть или же разветвления, можно сказать, или же разделение, разветвление, то есть имеется в виду, дальше придет начало тафсир. Сказали ему, что это значит, отчего ты прибегаешь к Аллаху, субханаллах. И он сказал, чтобы у меня в каждой местности, в какой-то местности было какое-то свое имущество, то есть в Шаме у меня, в Ираке у меня, в Мисре у меня и так далее, то есть у меня есть какие-то стадо или же земли и так далее и тому подобное. Почему, братья, ученые объясняют эти слова, говорят, то есть имеется в виду, что когда у человека много разного имущества, его сердце занято не Аллахом, субханаллах, его сердце занято этим светом. И он постоянно думает, что у него на том имуществе, на том дворе нужно сделать так, а вот на этом дворе нужно сделать так. Или же у человека, у которого разные, то есть какие-то торговые там свои занятия и так далее и тому подобное, он постоянно думает о своей торговле, как рассказывается история о том, что один человек совершал молитву в джамаате, то есть пришел имам молиться с продавцами на рынке и также тем, кто пришли на рынок, и они молились молитву джамаат, молитву аса. И когда они молились, имам забыл и на третьем ракате, сел на ташаху, думая, что это четвертый ракат, и никто ему ничего не сказал, кроме одного человека, который сказал, имам понял, встал и совершил четвертый ракат. И он развернулся и удивился, сказал, о, люди, что с вами, почему, то есть никто из вас не обратил на это внимание, кроме одного, и пришел поблагодарить этого человека, и этот человек сказал, говорит, на самом деле, у меня просто четыре торговые точки, и в каждом ракате я думал о какой-то торговой точке, и когда я понял, что о четвертой, я не дошел до своей четвертой, я понял, что ты совершаешь, то есть три раката. То есть, собханна, братья, насколько, то есть, опять же, достоверность этой истории нам не интересна, имеется в виду, просто мы берем оттуда, как говорится, мудрость, собханна, удивительно, что положение некоторых людей, что собханна, даже когда он молится, а это одно из величайших дел, которые он может совершить только на пути Аллаху, он думает, собханна, о том, что у него какая-то торговля и так далее, и тому подобное, размышляет о чем-то мирском, в то время, как он стоит перед Аллахом, собханна, в Аллаху, мусан. Также Абуд-Дарда, радий Аллаху, говорил, говорит, прибегайте к Аллаху от смиренности лицемера, и говорит, и что это за смиренность лицемера такая? И он говорил, говорит, чтобы ты видел, что тело, оно смиренное, то есть, человек смиренный, когда ты смотришь на них, но, говорит, его сердце абсолютно не смиренно. Как Аллах, собханна, сказал, То есть, если ты увидишь их, то тебе понравятся их тела, то есть, у них бороды, у них, маша Аллах, то есть, короткие одежды и так далее, все у них, как говорится, по сунне. И, говорит, когда они говорят, тебе понравится, как они разговаривают, они, маша Аллах, то есть, постоянно Аллах опоминают, брат, баракаллафик и так далее, и тому подобное. Но, вместе с этим, собханна, то есть, они самые худшие люди, которые только могут быть, Аллах, собханна, сказал, Поистине, лицемеры будут пребывать в самой низшей степени ада, ада, у Аллаха, пусть Аллах, собханна, убережет нас от адского огня. Также Абу Хазим, рахима Аллах, говорил, Говорит, бывает такое, что человек, раб, совершает какое-то благое дело, и оно ему нравится, когда он это совершает, и Аллах, собханна, не создал для него ничего, что было бы вреднее и хуже для него, то есть, из греховного, чем это дело. И говорит, наоборот, быть может, раб совершает что-то, то есть, какое-то скверное деяние, которое не нравится ему, когда он совершает. То есть, он совершает, слабая душа его, слабое сердце сподвигло его на совершение чего-то запретного, харама, но вместе с этим ему это не нравится. То есть, он боится Аллах, собханна, то есть, он хоть и подчинился здесь шайтану, но вместе с этим. Основа богобоязненности есть в его сердце. И Аллах, собханна, не создал для него ничего из блага лучше, чем это то, что он совершает. Говорит, каким образом это? То есть, это каким образом? Человек, когда совершает что-то благое, и ему это нравится, он превозносится. И он считает то, что он лучше, чем остальные. Быть может, Аллах, собханна, то есть, сделает тщетным это деяние и, в принципе, не примет у него остальные деяния. И бывает другой человек, который совершает скверное деяние, и ему это не нравится. И быть может, Аллах, собханна, то есть, он начнет бояться Аллах, собханна, то есть, он говорит, когда предстанет перед Аллахом, собханна, то есть, страх от того греха до сих пор будет в его, как говорится, в егонутре. То есть, он, собханна, до самой смерти, он боялся своего того греха. И, встретившись с Аллахом, собханна, до сих пор у него, то есть, он пребывал в страхе о том, что Аллах, собханна, то есть, он непременно спросит его за это деяние. Говорит, то есть, покрывало, которое покрывает людей, которые совершают какие-то явные большие грехи, то есть, как воровство или же это, то есть, распитие спиртных напитков, ростовщичество, зинар, прелюбодеяние и так далее. Говорит, намного он мягче, то есть, легче этот хиджаб покрывало, то есть, их дела видно, говорит, то есть, имеется в виду, они не скроют свои дела, но, говорит, он намного, то есть, как говорится, тоньше их хиджабы, их покрывало, тоньше, чем покрывало их братьев из числа тех, у кого большие грехи сердца, то есть, скрытые большие грехи. вместе с тем, что у тех, у кого больные сердца, то есть, именно большие грехи сердца, у них много поклонений, они аскеты, они очень усердствуют. И поистине, большие грехи тех, кто совершает их явно, намного ближе к покаянию, чем большие грехи тех, кто совершает их скрыто. Говорит, потому что это уже стало чем-то таким, что они, то есть, даже не думают, что это как-то выйдет наружу, хорошо, то есть, они, потому что это все скрыто за поклонением, за знанием и так далее. И поэтому, те, кто совершает явные, то есть, большие грехи, они ближе к безопасности и благополучии от тех, хорошо, то есть, их сердца намного лучше, чем сердца тех. И ты видишь, что один из этих, у кого, то есть, большие грехи сердца, он говорит, самый, что не наесть, аскет, он самый, что не наесть, поклоняющийся, то есть, поклоняющийся его, не найдешь никого. И говорит, он очень усердный во всех своих делах. И он самый далекий от Аллаха. И говорит, те, кто совершают большие грехи, они своими сердцами ближе к Аллаху, чем он. И они ближе к искренности и к спасению от этих грехов. И говорит, поэтому посмотри же на того, кто постоянно совершал сучуд, постоянно поклонялся Аллаху, был аскетом. То есть, над его глазами, на лбу, даже был след от поклонения, то есть, из-за того, что он много совершал сучуды. Как, то есть, сподвиг его, то есть, именно сподвигло его то чрезмерное количество больших его деяний благих, то есть, как он думал, что они благие, что он порицал пророка, саллаху алейкум 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 алейкум. Мохаммад сказал ему как, обратился к нему по имени, это не подобает обращаться к посланнику Аллаха, саллаху алейкум 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 алей То есть будь справедлив. Поистине то, как ты разделил между нами эти трофеи, ты не желал этим лика Аллаха. Говорит это посланнику. И тогда пророк сказал. Говорит, ты в самом-самом скверном положении, если я несправедлив. И действительно, как может быть в благе человек, пророк которого от Аллаха несправедлив. Говорит. То есть наоборот. Говорит. И также его приспешников, этого дульхуэсра, то есть хавариджи, они из-за своего большого количества деяний, они считают мусульман чем-то тщетным. То есть потому что они не совершают тех деяний, которые совершают. Они хатта саллю алейхим суюфахум ассабаху димахум. То есть это даже привело их до того, что они обнажили против них свои мечи и дозволили их кровь. Валлаху мустаан. И посмотри на этого пьяницу, который постоянно пил. То есть это был ибн Ахимар, или же Ахимар, один из подвижников пророка, алейхи салату ассалам, которого часто приводили к пророку салаллаху алейхи салам, и он, то есть ему, его бил плетьми из-за того, что он пил хорошо, то есть из-за того, что он распивал спиртное, вино и так далее. И говорит, посмотри на этого человека, который приводили его к пророку алейхи салату ассалам, чтобы он его наказал. И его сила веры, его убежденность, та любовь, которая была в его сердце к Аллаху, его посланнику, его скромность, то, как он был сломлен перед Аллахом, то, как он был смиренным перед Аллахом, что даже посланник Аллаху алейхи салам запретил проклинать его. И когда один из них проклинал, то есть когда ругали его, и один проклинал его, говорил, то, что как ты смеешь пить и так далее, пророку алейхи салату ассалам сказал, не делай это. Поистине этот человек любит Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи салам. И отсюда ты понимаешь, что чрезмерство в благих делах опаснее, чем чрезмерство в скверных делах. И мы об этом говорили в разных уроках, как говорили об этом у вас и ты, как говорили об этом, то есть во всех почти уроках всегда упоминается эта тема о том, что, братья, то есть это возвращается к чрезмерству поклонений, а это, субханно, чревато нововведениями в религии. И поэтому человек, который совершает скверные деления, он никогда не считает их чем-то хорошим, чем-то благим. Он не говорит то, что вот я совершаю прелюбодеяние и этим я приближаюсь к Аллаху. Нет, он говорит то, что я, субханно, да, я грешник, попроси за меня Аллаха, я, говорит, не хочу этого так же. Тот пьяница тоже говорит, ну да, ты праведный, а я неправедный. То есть у них у всех в сердцах это есть. Что касается того же, кто постоянно поклоняется и вводит нововведения в религию Аллаху, этот человек не считает себя ниже. Он, наоборот, считает, что только он знает правильный путь, только он совершает все правильно. Аллаху и Мусан, прошу Всевышнего Аллаха, для меня и в первую очередь, также для вас, чтобы Аллах, укрепил нас на прямом пути, чтобы Аллах, не сбивал нас с Него до самой смерти. Ведь говорили некоторые саляфы, говорили то, что неудивительно, что кто-то приверженец Сунны, но удивительно то, что он умирает на Сунне. И поэтому мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он умертвил нас только на Сунне его посланника. И иншаллаху на этом на сегодня завершим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok